Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь французские булочки со шпинатом с уточного брожения. Приготовим тесто. Для этого возьмем пшеничную муку и размешаем ее венчиком или просеем через сито для того, чтобы насытить ее кислородом. Добавим соль, сахар, прессованные дрожжи, воду и холодное сливочное масло. Также добавим свежие листья шпината без ножек. То есть они должны состоять из листьев без грубых частей. И произведем замес. Как мы видим, в тесто идет очень-очень малое количество воды, так как основная влага содержится в шпинате, которая в процессе замеса будет отдаваться в тесто. Поэтому нужно избегать соблазна добавить воду. Вот вы видим, тесто у нас будет похоже при начале замеса на такую вот массу, несвязную. Не старайтесь добавить воду на этом этапе. Все идет по плану, потому что если вы добавите воду, тесто получится чрезмерно жидким. Продолжайте мешать. Возможно, на каком-то этапе вам нужно просто будет помочь себе рукой, таким образом, что вы можете слегка придавить массу в один кусок. И она тогда соединится и будет похожа на связное тесто. Вот мы видим, что на конец замеса тесто у нас прекрасно держит форму, не рассыпается, на куски не крошится. За счет того, что у нас в тесте содержится 60% шпината, ожидать развития связной клейковины не приходится. Но это не является нашей задачей, поэтому это нужно учитывать. Вот на этом состоянии тесто можно считать готовым. Мы выкладываем его в смазанный растительным маслом контейнер и убираем в холодильник при 5 градусах Цельсия до следующего дня. Тесто имеет очень высокую временную толерантность и может находиться в холоде без потери хлебопекарных свойств до 24 часов. Поэтому, с точки зрения удобства, это очень приятное и удобное тесто. Можно слегка придать тем, как убрать его в холодильник, можно слегка придать ему форму вот таким вот образом. И затем плотно накрываем крышкой и убираем в холодильник. Мы видим, что тесто у нас связное, имеет красивый зеленый цвет. Это действительно очень красивое, вкусное и приятное в работе тесто. На следующий день достаем тесто. Оно слегка увеличится в объеме. И за счет того, что оно имеет низкую температуру, оно очень удобно в работе. Делим тесто через весы на 10-12 кусочков примерно по 40 грамм каждый. И подкатываем. Делаем каждый кусочек в шар. Подкатываем таким образом, чтобы на поверхности образовалось натяжение, а шов был хорошо закрыт. Если он не совсем хорошо закрыт, его можно слегка подщипнуть. И вот таким вот образом делаем 10-12 шариков и выкладываем на пергамент для выпечки. Как правило, муку не требуется подсыпать. Если вы считаете, что где-то вам мука требуется, то можете слегка посыпать стол мукой. Смазываем смазкой, состоящим из одного яйца и одного желтка, которые мы смешиваем венчиком или вилкой и процеживаем через мелкое сито. Смазываем эту смесь. Мы затем накрываем крышкой и можем хранить в холодильнике в течение нескольких дней. Сразу же после формовки мы смазываем вот этой вот смесью. И присыпаем маком или черным кунжутом. Вот у меня есть мак, поэтому я присыпаю маком. Также можете использовать черный кунжут, можете использовать белый. Все, что вам понравится. Оставляем на расстойку при 26-28 градусах под какой-нибудь крышкой. Вот я использовала контейнер. Выпекаем при очень низкой температуре 145 градусов Цельсия вверх-вниз в течение 12-13 минут для сохранения вот этого красивого зеленого цвета. Даем булочкам остыть. Желательно сразу убрать их с пергаментной бумаги для того, чтобы дно у нас не становилось влажным. А затем используем подозначение. Как мы видим, булочки у нас сохраняют свой ярко-зеленый интенсивный цвет. Они очень мягкие, воздушные и на вкус достаточно универсальные. Несмотря на то, что в них содержится 60% шпината, вкус остается достаточно нейтральный с точки зрения того, что их можно использовать для самых разных бутербродов, сэндвичей, мини-бургеров или просто как основу под варенье, сыр и так далее. Я очень советую вам испечь эти булочки и совершенно уверена, что они вам понравятся. Надеюсь, что этот рецепт был вам полезен. Пеките на здоровье!